Приветствую, друзья. Я вот когда сажусь за компьютер, естественно, я настраиваюсь, чтобы сказать, такое полезное, чтобы все так, понимание всех захватилось, чтобы все взяли для себя практическую пользу, стали это применять. Да, и поэтому именно число подписчиков у нас все время неуклонно растет. Уже 163 тысячи за 2-3 дня сделалось. Без всякой рекламы, без всякой порнографии, без всяких песен вот таких вот каких-то, без ничего. Просто растет и растет число подписчиков, потому что темы, которые мы обсуждаем, волнуют, волнуют. Значит, волнуют, значит, и нужно. И поэтому сейчас я сажаюсь, сажаюсь. Точно за это посадят, будете суховины носить. Потому что мы же идем сейчас против лавины расчеловечивания. А мы как раз занимаемся очеловечиванием. Мы создаем совместно все науку человечности, и там этот ключ имеет значение. И вот я сейчас сажусь и настраиваю себя, и думаю, а что бы я сам захотел бы смотреть вот сейчас, что было бы для меня полезнее, я себе вопрос задаю. И потом я начинаю проникать в этот вопрос глубиной его, и начинаю понимать, что если я был бы новичок и услышал про метод-ключ, то я бы в первую очередь задумался, а что это такое? В двух словах. Ну и поэтому мне и задают такой вопрос иногда. А что же это такое, метод-ключ? Потому что у нас много-много роликов, с чего начать, что делать и как. Ну тогда сразу я и скажу полезное. Метод-ключ – это короткий доступ к своему собственному состоянию, чтобы управлять своим состоянием. Это очень иногда нужно, потому что тот биоавтомат, который выработан миллионами лет эволюции, который у нас работает, ну например, пошел на гору, чаще сердце забилось, дыхание участилось и так далее. Вот этот биоавтомат иногда дает сбои. Вы, например, начали нервничать и никак остановиться не можете. Пытаетесь себя сказать спокойно, а оно вас не слушается. Вот чтобы вы могли собой управлять лучше, чем это было раньше, и намного лучше, качественнее лучше, и при этом начинают расширяться ваши новые волевые возможности, творческие возможности, физические возможности. Для этого как раз и нужен ключ. Так что же это такое? Ключ – это короткий доступ к текущему состоянию, чтобы управлять им. Например, чтобы в нужный момент находить себе состояние, которое вам нужно для решения той или иной задачи. Например, мне для того, чтобы дорисовать картину, вам для того, чтобы выиграть соревнования, или девочке для того, чтобы сдать экзамен. Ну, много-много разных задач, и поэтому приемы ключа – это инструменты многоцелевого применения для самых разных задач. Так что же такое ключ, и почему так много роликов? Во-первых, у нас есть плейлист «Ключ для новичков». Это много разных плейлистов. Открывайте на YouTube-канале главную страницу и смотрите плейлисты, и что вам нравится. Это во-вторых. Во-вторых, и в-третьих, у нас есть книги. В структурном виде там все написано. Потому что когда кто-то из новичков меня спрашивает, а нельзя ли это систематизировать, потому что непонятно с чего начать, и как двигаться. Можно. Возьмите книжку, прочитайте. Возьмите из последних книг. Да, все под видео в описании есть. Откройте и смотрите, пожалуйста. Потом еще что важно. Как это получилось, что ключ – это доступ к текущему состоянию? А вот как получилось. Дело в том, что ключ – это подбор адаптации к текущему состоянию. Это управляемая самоадаптация. А как мы это делаем, чтобы сократить время, чтобы быстрее подключить свое внутреннее состояние под собственное управление? Как мы это делаем? На примере подбора индивидуальных действий синхронных к текущему состоянию. Ну, с помощью практики, например, классической синхрогимнастики. Это пример. Когда мы берем эти классические приемы и по вкусу своему, по скорости, простоте и комфортности их применения, подбираем себе лично, как ботинки в магазине или как рубашку, примеряем к телу, подбираем, подходит нам или нет. А сама практика вот этого подбора путем перебора – это принцип ключа. Развивает у нас навыки. Если сначала мы это делали в реальном масштабе времени, например, делали хлёст, лыжник, шалтай-болтай, и добавляли туда те действия, которые нам при этом хочется сделать. Вот это всё вместе и есть – подбор ключа. То потом уже на следующей стадии эта схемотехника превращается в навык. А если вы пользуетесь этим алгоритмом в разных обстоятельствах несколько раз, допустим, у вас формируется уже такая способность в любое время и в любых обстоятельствах быстро регулировать своё состояние под решение тех задач, которые надо решить. Будь то написание диссертации или прыжок в высоту и так далее, вы всегда будете мобилизованы или расслаблены в зависимости от обстановки и ваших целей. И там, конечно, при обучении методу ключа используются новые понятия, например, понятие дозы – это время продолжительности выбранного простого комфортного действия, чтобы получить желаемый результат. Иногда можно его, делая 10 секунд, получить один результат, а в другой раз, делая полчаса, получить третий результат. Ну, то есть, по существу, там есть ещё и понятие – после действия. Ну, это как таблетка. Выпил таблетку – нет никакой реакции, а через 5 часов сработал после действия. То же самое и с ключом. Вот чтобы всё это знать, поэтому много роликов. И поэтому много бесплатных ликбезов, чтобы выходили с Zoom со своими вопросами. Каждый же человек со своими вопросами выходит. Поэтому много роликов. Да, книги, ролики, потом у нас есть вебинары. Вот у нас сейчас будет вебинар с моей дочерью Шейлой Алиевой, она психолог. С детства, как говорится, я учил своих детей психологов, Алену и Шейлу. Показывал им, как петуха гипнотизируют, когда они совсем маленькие были. А потом Ален со мной ездил в подводную лодку курс, когда мы готовили военный персонал. И в Беслан ездил. Ну, короче, и Шейлой мы много работали. Она работала в приютах. Я сейчас о них рассказывать не буду. Просто у нас будет вебинар скоро совершенно, мы завтра, послезавтра объявление выставим. И там можно в Zoom заходить и задавать вопросы. А вебинар будет именно потому, как снимать страх и тревожность, и получать себе состояние покоя. И превращать это быстро в навык, чтобы в любое время, в любом месте вы могли чувствовать себя уверенно. Ведь это по существу-то и речи во всех методах мира, в конечном счёте. К чему люди приходят? Вот если их отзывы почитать, они приходят к этому. Это и в йоге, и в методе Сильва, и в репефинге, и во всех этих методах. И вообще для этого люди тренируются, чем бы они ни занимались, чтобы лучше управлять своим состоянием, волевыми, творческими, адаптивными и физическими возможностями. Вот такие дела. Я надеюсь, я рассказал просто. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста. Я ещё раз объясню какой-то механизм, потому что у нас есть механические приёмы. Вот так, например. А есть идиомоторные, левитационные. Когда захотел, и на автомате руки пошли, или пальчик пошёл. И вот это сочетание механических упражнений с идеорефлекторными, когда вы делаете то механическое, то левитационное, через это вы ходите на такое состояние, когда вам горы можно свернуть, понимаете? Много вы там можете что-то делать, да. И открывать у себя и талант, и способность. Об этом можно говорить бесконечно. Потому что ключ, вообще-то, внутри вас. Я просто помогаю вам его осознать и пользоваться тем, что вы делали обычно инстинктивно, чтобы вы могли делать сознательно, осознанно. Потому что там появляются новые преимущества, когда вы это делаете осознанно. Да, это очень важный аспект. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok